В финале выпуска криминальная сводка. В Тверской области в текущем году увеличилось количество квартирных и дачных краж. Хотя методы воров не меняются годами, они показывают свою эффективность. В региональном управлении МВД рассказали о профилактике и раскрытии краж из квартир, дачных домов и приусадебных участков. Тем продолжит наш корреспондент. Преступники используют разные способы, чтобы попасть в жилище. Это и вскрытие замков на входных дверях, и отжатие пластиковых окон. Однако, чаще всего, в 90% случаев злоумышленники проникают в помещение через дверь, вскрывая замок с помощью отмышек или подбора ключей. Отмечаются и случаи, когда воры пользуются открытыми на проветривание окнами. Всего за 8 месяцев этого года зарегистрировано 421 кража против 387 в прошлом году. При покупке, допустим, нового жилья из нового фонда устанавливать незамедлительные металлические хорошие двери с хорошими замками, которые сложно будет скрыть. Современные стеклопакеты не являются преградой, поэтому первые, вторые этажи лучше устанавливать, конечно, решетки на окна или хотя бы запирающее устройство. Дополнительно такие продаются, чтобы стеклопакет закрыть изнутри. И, уходя из дома, всегда закрывайте форточки, окна, даже если вы вышли на незначительное время. Кража имущества из дачных домов – одно из самых распространенных сезонных преступлений. Обычно незваные гости активизируются в период с ноября по апрель, когда владельцы дачных участков перестают регулярно появляться в своих владениях. Только за 8 месяцев текущего года по региону зафиксировано 86 дачных краж. В прошлом году эта цифра составила 55. Обычно воры забирают все – стройматериалы и электроинструменты, а также мелкую бытовую технику. Как правило, значительную часть краж из дачных домовладений – это совершают лица без постоянного источника дохода. Проживают вблизи. Многие кражи такие, конечно, раскрываются. Сотрудники ведомства подчеркивают, что обо всех подозрительных случаях, связанных с проникновением в квартиру или дачный дом, нужно немедленно сообщать в полицию.